Всем привет! Меня зовут Ольга Рохас и сегодня в этом видео мне бы хотелось с вами обсудить такую тему, как раздельное гуляние с детьми. Зачем это нужно? Всем привет! Кто меня не знает, меня зовут Ольга Рохас. Мы русско-перуанская семья, которая живет в городе Нью-Йорке. В нашей ежедневной жизни мы говорим на русском, испанском и английских языках. Наша семья классическая, интернациональная семья и на этом канале я рассказываю, как мы совмещаем языки, культуры под одной крышей в Нью-Йорке. И сегодня по вашему запросу я решила подготовить видео, где я расскажу, почему мы практикуем раздельное гуляние с детьми. Перед тем, как мы перейдем к основной части видео, я бы хотела сделать небольшое объявление. На нашей платформе futurelingual.ru будет проходить распродажа к черной пятнице и кибер понедельнику. Это пятница, суббота, воскресенье и понедельник, то есть у вас есть 4 дня, чтобы обратить внимание на наши продукты для семей с детьми билинговыми и вообще для семей с детьми. На нашем онлайн-магазине будет представлено 3 продукта. Первый продукт это билингвальный дом. Это практическая жемчужина нашей платформы для билингвальных семей. Также хотелось бы отметить, что этот продукт подходит просто семьям с детьми, потому что в этом продукте выстроена система из 25 шагов для создания эффективной среды, в котором языковое и психологическое развитие ребенка проходит, скажем так, гладкой и особенно располагает для развития языка и эмоционального контакта с вашим ребенком. Это очень простые, но очень важные 25 точек фокуса в вашей повседневной жизни. Вы организуете ту самую среду, где ваш ребенок, его языковые знания и его психологическая стабильность и развитие будут процветать. Продукт номер 2 это мастер-класс «Мама Муза». И этот продукт подходит абсолютно всем мамам, которые хотят сохранять баланс, они хотят поднять свой ресурс с минус тысячного уровня и уйти в плюс. Этот продукт состоит из четырех видеоуроков от четырех экспертов. Там будет большое количество практических заданий и инструментов, что вы конкретно можете делать для того, чтобы не уходить в минус, как поднять свою энергию и ресурсное состояние на сегодняшний день. Помимо четырех уроков вас также будет там ждать рабочая тетрадь, где вы можете исполнять домашние задания. И этот мастер-класс поможет абсолютно каждой маме, вне зависимости, ваш ребенок билинг или не билинг, которая хочет, чтобы она была музой. И наш третий продукт это наш видеокурс на тарифе «Я сама». Такой тариф будет без поддержки кураторов, но все же у вас будет доступ к абсолютно всем урокам. У вас будет доступ к вводному уроку «Мама-муза», у вас будет доступ к билингвальному дому, а также полный видеоурок от шести экспертов билингвизма. Все то, что должна знать семья, у которых есть дети билингвы. Вы можете пользоваться нашим промокодом, который обеспечит вам скидку на эти четыре дня. На пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Потом все цены вернутся обратно и такой возможности, к сожалению, не будет. Поэтому спешите по ссылке в описании к нам на нашу платформу futurelingual.ru На моем канале есть видео, где я подробно рассказываю, как устроена наша неделя и какому занятию, такому большому, мы посвящаем себя каждый день недели. И как вы слышали из этого видео, во вторник в нашей семье мы практикуем раздельное гуляние. Что это значит? Ну, во-первых, хочется сказать, что в нашей семье есть двое детей. Александра ей 5 лет и Адриана ей 3 года. Дело в том, что наши девочки не ходят в детский сад и не ходят в школу. Это наше совместное с мужем решение. Получается так, что девочки между собой проводят огромное количество времени. Основными воспитателями их жизни являются я и мой муж. И также у нас есть небольшая помощь. Это очень маленькое количество времени, поэтому в основном, конечно, занимаемся воспитанием наших детей. Я и мой муж. С ростом девочек, когда они становились все старше и старше, мы начали замечать, что мы очень сильно погрязли в какой-то суете. И когда был такой момент, когда мы остались Адрианой с младшей дочерью, один на один, мы совсем на нее по-другому взглянули с моим мужем. Дело в том, что мы осознали, что у нас никогда не было шанса уделить ей своего 100% внимания. Я думаю, что все родители, у которых есть дети с маленькой разницей в возрасте или вообще сиблинги, то есть у них есть несколько детей, то они понимают, о чем я говорю, о каком чувстве. Когда мы поняли с моим мужем, что у нас есть двое детей, но по ощущениям, что мы знаем хорошо своего младшего ребенка и уже старшего, потому что в этой суете мы как будто бы немножко замылились в этих ритуалах, в кормежке, в быту, что мы не уделяем достаточное время именно личности ребенка, именно чтобы он был услышан. И уже, наверное, второй год как? Примерно в 5.30 вечера во вторник мы идем на раздельное гуляние. Например, мой муж берет старшую дочь и идет гулять с ней, либо остается дома. Я беру младшую дочь, либо остаюсь дома, мы договариваемся, у кого какие желания есть, либо они идут, допустим, в кафе или какие-то проводят как-то время вместе. На следующую неделю мы меняемся детьми, да, то есть он идет с младшей, если он был на прошлой, я, соответственно, беру старшую, мы идем таким образом. Получается, когда мы идем гулять по раздельности, я могу уделить полностью свое внимание вопросу ребенка, я могу его услышать, я могу больше сконцентрироваться на том, что ему действительно надо, что ему интересно. Тебе нравится с мамой гулять? А почему? Мама полностью твоя? И можно все желания исполнять? Какой? Не все. Сколько? Ну, не все. Не все, только одно, да? Ну, ты выбрала самый большой шоколадный круассан. В то самое время ребенок наполняет свою такую кормушку ресурса, где он слышит то, что родитель его слышит, он понимает, что происходит в его жизни. Как вы видите, здесь не столько требуется количество времени, проведенное с ребенком, сколько качество проведенного времени вместе с ним. Это важно и для родителей, чтобы услышать вообще, что происходит, да, вот вы всю неделю прожили, и узнать, что происходит в душе ребенка, как он себя чувствует, что ему в жизни нравится, что это ему не нравится. Лично для меня это также повод такого ненавязчивого языкового занятия. Оно не будет нести, конечно, форму какого-то теста. Это просто общение, но общение с такой, знаете, с такой связью эмоциональной, когда я говорю ребенку, что ты мне важен, я тебя люблю, я готова исполнять твои желания сегодня, я к тебе прислушиваюсь. И, в общем-то, таким образом у ребенка растет чувство собственной важности, как следствие растет чувство уверенности в себе о том, что родитель его принимает, он его услышит. Родитель готов услышать, что происходит в его жизни. Это тот самый эмоциональный контакт, который в любых отношениях, он очень важный, как только мы его теряем, приходит такой, знаете, некий холодок, отчуждение, и ты уже не совсем понимаешь, что происходит в жизни этого человека. И, как я уверена, никому из нас, родителей, не хотелось бы, чтобы такой холодок был между родителем и ребенком. Соответственно, такие выходы, лично для меня, это выход из ситуации. Что касается для ребенка, это также обладает большой важностью, потому что, особенно когда в нашей семье есть двое детей, постоянная конкуренция, постоянное выживание, постоянно хочется показать, кто на что способен, и это нормально. Дайте мне, пожалуйста, знать, если вы хотите узнать, как я справляюсь с детьми, когда они не делятся игрушками, или как мы разруливаем какие-то конфликты, дайте, пожалуйста, знать в комментарии, если вам такое видео интересно. Поэтому, когда у ребенка, один из важных, вот, кстати, факторов, что мы делаем, мы ходим на раздельное гуляние, так как ребенок напитывается вниманием, он напитывается той самым пониманием, что он важная личность, и его слышат. И когда ребенок возвращается в дом, то становится резко гораздо меньше конфликтов. Конечно, конфликты будут, и соперничество будет, и это абсолютно нормально. Птенчики в гнезде всегда воюют, кто и борется, кто самый сильный, да, это абсолютно нормально, но каких-то более глубинных, да, не будет замерзших конфликтов, которые ребенок проживает. И вы знаете, бывает, мы игнорируем какие-то эмоции, не бывает возможности того эмоционального контакта, когда ты готов услышать ребенка. А в течение, например, этого раздельного гуляния, вы можете задать вопросы и узнать у ребенка, как он себя чувствует по отношению к своему сиблингу, брату или к сестре. Соответственно, вы много можете, так скажем, подкопать за время, буквально час-два в неделю, который даст вам общую картину, что происходит вообще в жизни ребенка. Вот такие сегодня интересные вопросы. Мама, зачем деревьям нужны корни? Зачем деревьям нужны корни? Да. Отличный вопрос. Также, безусловно, раздельное гуляние – это прекрасная возможность для ребенка познакомиться с родителем поближе, потому что именно в этот момент вы можете ребенку тоже рассказывать какие-то свои приятные моменты из вашей жизни, очень часто замечаю, что я рассказываю Александре и Адриане о том, когда я была маленькая, как в моей жизни были какие-то конфликты или какие-то радости. То же самое делает и мой муж. Особенно это раздельное гуляние, конечно же, помогает еще моему мужу, потому что он проводит в целом немного времени с детьми, не настолько много, сколько я, поэтому это прекрасная возможность тоже получить этот контакт, присутствие папы в жизни, ребенка есть. Конечно, он есть и так каждый день, они каждый день видятся, играют, но контакт абсолютно другой, когда ты находишься наедине, и это внимание неразделенное между двумя детьми. Мы отмечали по собственным ощущениям с моим мужем, что когда ты находишься с двумя детьми, ты вроде бы со всеми и ни с кем. И когда ты находишься один на один, тогда ты полностью на 100% чувствуешь свое присутствие, эмоциональный контакт со своим ребенком. В то же время ребенок тоже чувствует, что вы ему уделяете свое неразделенное время. Как я говорила, вследствие такого разделенного гуляния, а это гораздо меньше между собой конфликтов, так как они оба понимают, что они оба важны, они наполнены, их чаша внимания наполнена. Во-вторых, вы можете узнать, что происходит в жизни, в душе, в голове, какие мысли у ребенка, о чем он вас спрашивает, что его на сегодняшний день беспокоит, интересует. И, в общем-то, такой follow-up, по-английски это называется. Я вот так вот английское словечко вставляю в видео, но, кстати, это повод выучить какие-то слова. То есть ты узнаешь, как развиваются события в жизни ребенка, что для него сегодня насущно и важно. В-третьих, это прекрасная возможность познакомиться со своим ребенком поближе, обратить внимание на какие-то его индивидуальные особенности, посмотреть, как он проявляется, как он реагирует на некоторые ситуации. В-четвертых, это прекрасная возможность для ребенка познакомиться со своим родителем и вот этот bonding, да, вот эту связь между ребенком и родителем наладить, особенно если в течение недели были какие-то конфликты, то, в принципе, на вторник можно залезать все раны, но я так, конечно, утрирую, но, в общем-то, обговорить какие-то вещи, все, расставить все точки над «и», и чтобы всем было проще начинать, так скажем, эту неделю с чистого листа. Я думаю, это все, что касается раздельного гуляния. Дайте, пожалуйста, знать в комментариях, если вам интересна тема, как мы решаем и выходим из ситуации конфликта, как мы улучшаем отношения между нашими детьми, в общем, все, что касается общения сиблингов между собой и родителей с сиблингами. Дайте, пожалуйста, знать в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал, поставьте колокольчик, вам будет приходить уведомление о новых видео каждую неделю. И да, мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok